любое средство от ли от рипса от паутиного клеща можно приготовить своими руками она натуральная она действенная и она безопасная об этом сегодняшнее видео добрый день друзья с вами канал далее от города и я не на коновалова очень многие зрители и подписчики канала задают вопрос как я в своем саду справляюсь с такими проблемами как для трипсы а паутинный клещ что я применяю к чем опрыскиваю свои растения и в общем то могу смело вас заверить что не использую никаких химических средств расскажу о нескольких способов которые я приготавливаю в общем-то и которыми я обрабатываю все наши растения где могут быть и для и трипсы и паутинный клещ все прекрасно понимают что бороться с тлей нужно начинать с муравьев но я на это не буду заострять внимание поскольку как бы вы не боролись на своем участке с муравьями а если ваш сосед ничего для этого делать не будет ваша работа будет абсолютно бесполезной поскольку именно его муравьи придут и принесут вам тлю у нас ориентир розы до момента цветения обильного цветения мы всегда применяем самое простое средство который является одновременно и уничтожительным тли и хорошим азотным удобрением это аммиак две столовые ложки на ведро воды и опрыскаете да работает кратковременно но это хорошее азотное удобрение которое необходимо вашим растениям всем растениям до цветения роз но как только розы начинает обильно цвести значит мы прекращаем применять аммиак нашатырный спирт и сейчас нам необходимо делать несколько настоев самых простых настоев которые помогают бороться не только с тлей но является отличное средство против паутиного клеща и отличнейшее средство против трипсов и так что же это за средство некоторые начинающие дачники не знают куда девать чесночные стрелы но стрелы которые чеснок дает во время созревания так вот именно они способны нам пригодится для борьбы против 3 трипсов и паутиного клеща но можно использовать и чеснок сам чеснок я использую и ту и другое сажаем чеснока мы много не только для заготовки в зимнее время но и для того чтобы вот готовить такие вот средства нам потребуется если сам чеснок зубчики чеснока то 200 грамм зубчиков чеснока мелко мелко рубим помещаем в трехлитровую банку и заливаем горячей водой не кипятком просто горячей водой если мы используем стрелы чеснока то точно также рубим где-то 400 грамм на трехлитровую банку заливаем горячей водой и убираем все это на 72 часа периодически нужно встряхивать через 72 часа готовы чесночные настои мы процеживаем и литра настоя на 10 литров воды и сюда мы добавляем две столовые ложки хозяйственного мыла вы можете жидкое мыло сами приготовить у меня есть уже готовая все перемешали и хорошо хорошо обрабатываете розы абрикосы где у вас могут быть подобные проблемы то есть это средство хорошо для всех растений так что вот пожалуйста хорошее применение чесночных стрел для того чтобы бороться с тлей ненавистной тлей и с паутинным клещом обрабатываете все помидоры баклажаны перчик цветы в общем все все что необходимо обработать есть и второе очень хорошее средство которое нам поможет в борьбе еще одно очень хорошее средство о котором я вам хотела бы рассказать это перечный настой вот именно для этого нам может и пригодиться горький перчик который мы заготавливаем на зиму ну то есть высушиваем я его не только использовать для приготовления блюд но максимально его применяю именно в лето когда еще такой перчик не созрел берем 200 грамм острого перчика помещаем в кастрюлю можно немножечко его поломать заливаем литром воды ставим на огонь доводим до кипения и варим на медленном медленном огне два часа затем все переливаем в литровую банку доводим объем до литра и убираем на неделю через неделю это средство можно использовать процеживаем берем стакан 200 миллилитров и на ведро воды сюда же добавляем две столовые ложки жидкого хозяйственного мыла этим мы обрабатываем все что нам необходимо обработать причем это средство максимально работает эффективно не только от ли трипса паутинного клеща но от других болезней и других опасных вредителей в которые сосут сок из растения и наносят ему ущерб а наносит ему вред вред здоровье и портит его внешний вид оставшийся настой можно хранить в холодильнике он хранится буквально до осени длительное время не бойтесь этими средствами обрабатывать овощные культуры особенно баклажан особенно те которые подвержены паутинному клещу и когда идет период созревания когда нельзя ничего применять из химических производственных препаратов чесночный настой перечный настой идеальные средства вот просто идеальные природные средства то же самое касается и бархатцев очень многие люди говорят что как только бархатцы начинают свести паутинный клещ начинает их одолевать и слизни так вот обработайте чесночным или перечным настоем и слизи убегут и пройдет у вас паутинный клещ но сразу скажу срок действия этого препарата чуть меньше как чуть меньше значительно меньше чем магазины но зато натуральное но зато безопасное но зато сделано своими руками вот пожалуйста ничего нет сложного все доступно все есть рядом с вами используйте не наносите вред не себе не окружающей среде все благодаря народным средствам можно спасти я с вами прощаюсь как всегда желаю только крепкого здоровья хорошего настроения прекрасных урожаев всего доброго друзья до свидания